Большая просьба выдвигать кандидатуры на пост председателя Совета Московской истинской общины на следующий двухлетний период. Пожалуйста, Эль Кондреевич. Дай бибор, Олеш. Довольте нам с ней. Поболов. Олеш. Довольте нам с ней. Довольте нам с ней. Когда у вас будут какие-то проблемы, приходите к нам. Приходите сюда. Как вы относитесь к своим товарищам, друзьям, окружению с вами? Так люди будут думать о посетине. Нахердейна, будешь Тарбужник, шефанды жаган, довон, дар, шепат, эндар, чьеркодекот, да. Саштенгаш, чьербадар, да. Каждый осетин сам по себе уже всегда считает себя номером одея. И выделиться среди такой нации, это вы меня извините, дорогого стоит. Это не какая-то особенная дата, но это рубеж. Рубеж, когда мы подводим итоги предыдущего и намечаем какие-то планы на будущее. Говоря о случае, ну, наверное, тот самый случай, его величество свел и нас в свое время. И я открыл для себя, на самом деле, очень интересного человека. Потому что Валера, помимо всего остального, помимо умения слышать и видеть, он обладает удивительным качеством понимать и сопереживать. Иногда задумываешься о чем, в чем вот секрет обаяния этого человека. Вот мне кажется, что этот человек, который как бы многоборец, то есть он обладает очень редким набором человеческих качеств. В первую очередь, наверное, я бы назвал природный ум этого человека. Он очень находчивый, у него очень правильная и быстрая реакция. И он, как правило, попадает в десятку. Он боец, он борец, он напористый. Он там, где нужно, отстаивает свою правоту там, где нужно. Правда, не всегда слушается. Не всегда слушается старших. Ну, это тоже, во всяком случае, не всегда прислушивается. Всегда слушает, но не всегда прислушивается. Вот так, что ли. Но эти маленькие недостатки со временем пройдут. С возрастом это все проходит. Ошибался, потому что он работал, потому что он жил. Не ошибается тот, кто так поверхностно. И никогда не ошибается. А он ошибался. Он был подчас упрямый. Но иногда он, понимаешь, вот сделай, сделай. А потом скажет, а прав ли я был? Это ж не каждый может, правда? И вот мне, наверное, этого не хватает. Он меня приучил вот к такому состоянию душевному. 11 лет жизни не вычеркнешь. Не вычеркнешь. Я не могу вычеркнуть. То время, в которое ему посчастливилось, можно и в кавычках, можно и без кавычек. Стоять во главе нашей общины – это время очень тяжелое. Это время различных общих политических инсинуаций, очень трудных экономических ситуаций, очень много социальных ситуаций. И в этой ситуации жить общиной, тем более, чтобы эта община функционировала. Мало того, чтобы она даже, громкое слово, процветала. Для этого нужно было вложить очень много такого своего. Он успешный предприниматель. Но свои доходы он в значительной мере тратит на нужды нашей общины. Я видел Валеру в трудные дни для нашей республики, как он отвлекался на то, что происходило у наших южных братьев. Я видел, как через свое сердце, изрядно его поранив, он пропускал все то, что произошло в Беслане и во время других терактов, которые сотрясали каждого из нас. Сейчас я видел, как трепетно, поэтически он относился к детям Беслана, ко всем пострадавшим там, какая была организована забота и каким вниманием были они окружены. Когда у него был этот захват рейдерский, я услышала в 8 часов утра. Я выскочила, в чем была. И я там, на Смоленской, с полдевятого, с половины девятого до 4 часов ночи я оттуда не уходила. Что я могла сделать? Когда там мы с этими автоматами были, я все мудро плакала. Это вот как будто моего сына ранило. И когда я видела его, когда он же был, они же с юристом были внутри, и, боже мой, какие мысли только не пробежали у меня, что они с ним могут сделать, а там же с автоматами были эти ребята. Вот то время, которое я пережила, что они с ним там могут сделать, это же надо было пережиться. Когда он вышел оттуда с улыбкой на лице, когда все бросились, я даже подойти к нему не могла. Я как стояла в стороне, так стояла. То есть, вот есть какие-то святые моменты в отношениях, об этом ведь говорить не надо. Ты чувствуешь? Это человек современный. Это не человек какого-то прошлого. Это и сегодняшнего, и завтрашнего дня. Он находится на пульсе времени. Вот он знает жизнь. И в то же время он знает традиции осетинские, осетинского народа. Он знает прошлое своего народа. Вам, для вас, о вас говорить легко и сложно. Легко, потому что мы вас хорошо знаем. Были с вами в очень разных обстоятельствах, где вы всегда вели себя очень достойно. А сложно, потому что, как вот можно сказать в глаза человеку, что вы мужчина высшей пробы. О таком, как вы, мечтают все. Иметь и в начальниках, и в подчиненных, и в коллегах, и в отцах, и в сыновьях, и в братьях. Я бы даже не отказалась иметь вас во врагах. Валера всегда притягал к себе многих людей, а умение разбираться в них, наверное, помогло сохранить вокруг себя самый надежный и верный круг тех, кого можно называть друзьями, товарищами, соратниками, единомышленниками. И это все те самые мощные двигатели, которые помогают ему парить порой над самыми неразрешимыми проблемами. Я не хотел бы создавать из него какой-то образ такой, знаете, идеального во всех отношениях, так сказать, человека, которого нет никаких помарок. Наверное, где-то они тоже есть. Да, вот с ним иногда многие спорят. Я представляю, как ему тяжело на этой работе, потому что он человек непрогибаемый. Но вокруг же есть очень много других людей, которые что-то разделяют, что-то видят, но каждый, понимаете, идет со своим мнением к нему. И вот это умение, умение быть и принципиальным, и одновременно пойти, где нужно, на компромисс, оно тоже удивительно. С тобой было легко работать. 24 часа в строю ты. Решительные, быстрые, энергичные. Не всегда, конечно, наши взгляды совпадали на все проблемы. Но мы всегда старались во имя своей цели, и, видимо, вот в этих вот дискуссиях, в этих спорах, и рождались наилучшие решения. Он был искренен, он всегда был честен. У него всегда было открытое забрало. Это очень важно, чтобы во главе общины всегда стоял человек честный, человек глубоко порядочный, человек искренний. Семья – это для него еще один очень важный мир. Это его очень важное состояние, потому что он отец большого семейства, он дедушка большого семейства. Он прекрасный наставник всех тех, кто связан с ним прямым родством, и я знаю, как обожают его дочери и сыновья. Я знаю, какой он непоколебимый авторитет для всех них. Валера, ничто нас не выбьет из седла. Лучшее еще впереди, а на больших и самых ярких твоих совершениях я надеюсь сидеть, по крайней мере, в ближайших почетных местах. Хочется тебе пожелать дальнейшего счастья и большое спасибо за ту огромную работу, которую ты сделал. Никогда не жалей, что ты потратил столько сил на нас. Мы тебе благодарны, и ты в нашем сердце и в нашей душе. Я тебе желаю, Валера, чтобы на новом месте у тебя были такие же успехи, чтобы... Я убежден в этом, они у тебя будут. Мы за тебя будем болеть. 11 лет ты был с нами во главе Остинской общины, и я убежден, что ты и впредь будешь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok